всем привет дорогие друзья зрители и подписчики канала играет и комментирует для вас лузский александр мы продолжаем проходить карьеру вокруг света в без 2020 очередные матчи за сан-пауло нам предстоят полмей раз первый наш соперник идут они на четвертом месте будет интересно как-никак и дебют новичков наконец-таки да у нас новички дебютируют но прежде я бы хотел посмотреть свободных агентов быстренько пролистаю чтобы вам показать давайте по рейтингу сортируем лучше здесь лобата нападающий но нам не нужен чех есть до вратарь дэми в целом вот я как вы помните креативного плеймейкера на правом фланге чару хочу подписать посмотрим получится или нет тем временем нам скаут нашел клейсона помните тот самый клейсон который в принципе терзал нашу оборону и который забил великолепный гол со штрафного за каринтианс он играет левый нападающий ну не знаю он может и справа играть как видите скиллы у него неплохие очень неплохие и посмотрите на навыки очень много навыков если честно кроме того нашли еще росси правый нападающий из вас когда гамма продуктивный вингер еще один но это точно нет смысла подписывать такого игрока вот клейса надо подумать но вот он по моему левша да нет он правша кстати правша слева но вместо рохас рохаса тогда отдавать сколько он стоит 4 миллиона кстати мы если они запросят больше нам может и не хватить но зарплату то сможем выплачивать нет пока я откажусь от клейсона а теперь нам уже к его предлагают как раз да по моему это тот самый к его из краснодара перуанец атакующий полузащитник тоже может играть и справа и слева тоже креативный playmaker но опять же я от него пожалуй откажусь переговоры по контракту мчара явно в нас заинтересованы переговоры с ним идут хорошо я думаю что мы можем выторговать для себя более благоприятные условия но не знаю давайте снова сядем за стол переговоров давай посмотрим так представители клуба зангр жанна жена старо хотят чтобы перешел к ним в команду рохас флуминенсы хотят его взять гремио рейналдо витур буэна атлетико минейро сколько предложений то у нас тут поступило кстати почему-то игра не остановилась на некоторых предложениях но окей так чара готов заключить с нами контракт хотя условия были не совсем такими как мы хотели сейчас все посмотрим так но зарплата миллион сорок семь тысяч сейчас у него полтора миллиона в принципе нормально представитель игрока снова предлагает свои условия среди их требования есть включение пункта бонус за выход на поле 2000 а вон оно как они хотят ну я согласен хотя руководство клуба мне кажется будут недовольны этим решением но да и ладно отклоняем предложение гремио отклоняем хотя погоди витур буэна он же у нас он нас не в списке не аренды не а почему он финанс совсем не играет его тоже можно как бы продать другой главный тренер хотел бы получить возможность тренировать подающего надежду игрока в своем клубе я его никуда не выставил да может быть ты в аренду пойдешь а витур буэна не ладно пусть будет здесь потом может быть из него что-нибудь получится рохас флуминенсы тоже отменяем рохас нам нужен как запасной краёк а вот жона старо на год аренду вот это вот то что нужно как раз таки давай отправляйся мы получим за тебя 780 тысяч у палмейроса впереди наш старый знакомый по рпл луис адриану еще один старый знакомый то есть играли недавно против вагнер лава бывшего армейца теперь повороте в бывшего спартаковца сыграем игра на контратаках длинный пас широта атаки ух как интересно у них в защите тотальной обороны но агрессивный прессинг хорошо значит эти товарищи играют длинными передачами кстати раз у нас моргают футболисты нас полмейросом тоже дерби ничего себе игр венисиус рвется в бой ну давай иди вместо хуан фурана кстати я так смотрю не особо-то отдохнули или они за сборную играли скорее всего скорее всего наши футболисты вызываются в сборной надо посмотреть кто из них вызывается вот рохас по ходу тоже вызывается а он у нас он у нас из какой страны вообще рохас то я чё-то подзабыл если честно но видимо видимо да видимо тоже гоняет играть за сборной даниал вес арбаледа канимен это проблема что два центральных защитника у нас немного уставшие ну да ладно надеюсь справиться с луисом адриана ну и да дебют новичков дебют новичков акцент на оборону родриго дурадо и кстати надо поставить на приход на стандарты в атаке и родриго дурадо и канимена потому что они очень хороши на втором этаже ну поехали что ли значит опять дерби сколько дерби у нас подряд в последних сериях стартовый свисток и поехали полмей раз идет в атаку не бояться до в гостях сразу переть венисиус вот его настрой сразу передачи на антонину тут гомес как здорово поставил корпус поставил спину и не пустил к мячу нашу звездочку канимен первое касание сразу играет на другого новичка родриго дурадо а тот ошибся тут он не он ошибся я не успел увидеть что накрываю там прессингом на фланге угловой канимен против луиса адриано в принципе выиграл борьбу рнанес на дани алвиса так полмей раз пока быстрее тупо быстрее и заброс какой так не хотелось бы углового арбаледа вынес мяч так дани алвис хороший шанс выбежать в контратаку у нас антонии на альшандра пато тот обратно на антонии ох уже прибежали уже прибежали ты глянь дани алвис очередной перехват и тут же ошибка к сожалению да пока у нас игра вообще не клеится новички разобрались дани алвис ускоряется передача в центр на антонии который туда любит у нас смещаться как мы знаем тони и опять не проходит пас к воротам соперника эвертон первое касание и сразу вдвоем ты посмотри какой прессинг а эрнанес антонии пато эвертон пробежал чуть-чуть не в темп передачи и все эрнанес а вот сейчас можно вырезать но только прием мяча подвел далековато его отпустил и тут же накрыли а вот и родриго дурада начинает доказывать что не зря его купили какая передача на эрнанеса браво вот она передача в разрез и сразу галешник эрнанес нас в последнее время вообще в целом не часто забивает обычно отдает голевые но вот забился штрафного а теперь классное подключение посмотри антони его заметил и выдал очень удобную передачу ох ты родриго дурада больно наверное так получать по ногам и так судья к сожалению только устно да предупреждает филиппе мэло этот умеет грубо сыграть дани алвес хорош отобрал обратно мяч арбаледа что ты тут забыл я не понял поту эх кстати говоря ты глянь опаснейший штрафной на у эрнанеса будет шанс сделать дубль эвертон просит желтую карточку но только так себе можно запросить больше ай хорош вот эта точка она очень простая чтобы с нее забивать голы со штрафного в пес особенно такими мастерами как эрнанес и это дубль эрнанеса 2-0 шикарно просто шикарно продолжаются грубые подкаты удары по ногам от полный раз а ну вот наконец-то и желтые пошли ход долго судья терпел долго довольно опасный стандарт справа фланга подача и гарвини сиус выносит на пату но тот даже бороться не стал за мяч новая атака палмираса накатывается но здесь несогласованность эрнанес дани алвес хорошая зона перед ним но вот только эх передачу чуть потоньше бы послабее эрнанес выполнил тогда бы она прошла теперь уже футболисты сан паула нарушают правила один раз за другим и много стандартов уже у наших ворот и вот пожалуйста тяго волпи в игре и из-под перекладины достал мяч луис адриан ушел от арбаледы тяго волпи и подбор опять за полмирасом ой 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 так без пенальти главное игр венисиус все в конце первого тайма мне не понравилось как нас поджали но главное что вы стояли благодаря вратарю и обороне 2-0 сан паула впереди попробую выпустить пабло на второй тайм вместо паттл который довольно таки пассивен в этом матче может быть получше пойдет игра в атаке хотя и так 2 забили но у нас было два момента мы их реализовали пабло неплохо на рейналдо дальше тонкая передача на эвертона которая не прошла родриго дурадон эрнанес даниал с венисиуса подключает дальше эрнанес снова антони пяткой венисиус простреливает и эвертон как ты мог такую комбинацию запороть надо было попадать в дальний угол конечно великолепная комбинация через пас ворвался венисиус и прострелил на дальнюю где уже набегал эвертон но вот спасать мяч в ворота не получилось могу сказать про новичков что они достаточно комфортно себя ощущают и уверенно смотрятся в нашей оборонительной линии и получают по ногам часто вот теперь каниман получил очень комфортный счет можно и до нял веса поменять на чечен например а также вон выпустить хуан франа все-таки вместо венисиуса пабло ай немного все-таки не исполнил очень красиво пытался послать мяч на антони который развернулся и как пробил ближнюю девять целился попал в перекладину эвертон уходит на замахе прострел пабло нет в эвертон чуть раньше луиса адриана вдвоем арбаледа и каниман съели вообще понадежнее ощущается что понадежнее стала у нас оборона это не может не радовать антони передачи на эрнанеса тот конечно же хотел найти передачей следующий уже нашего левого нападающего эвертона но защитники тоже это прочитали атака полмейроса так вообще нельзя расслабляться помните что было в прошлом дерби с каринтианцем как нас в конце наказали дважды и в итоге я проиграл хотя вел в счете 1-0 сейчас конечно 2-0 но все равно аккуратно в обороне аккуратно хуан фран до конца до конца прессинговать до конца эрнанес упустил удар поворотом тяга волки родри году раду ну разве это нарушение я там не углядел фола очень много нарушений в этом матче непривычно даже вроде в мяч сыграл странно и снова тяга волки не на моментов полмейрос нас создавал если честно и опять подкаты вон летят опять нарушает правила сколько же можно все-таки усталость наших центральных защитников она сказывалась немного но мы выстояли и похоже это сухарь у тяга волки и сухая победа в дерби сан-паулу над палмейросом расстроены филиппе мэлу посмотрим как собирал там интернациональ и так интернациональ выиграл 2-0 ботафога так что мы продолжаем вдвоем лидировать так 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 представление чары ну что покажет ли магию этот креативный плеймейкер на правом фланге если что или все-таки зря я потратил средства из зарплатных ведомостей клуба надеюсь что не зря вы же и сами понимаете что у нас бюджет не резиновый да 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 бла 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 я говорил это не одобрят жона старо ушел чара пришел так ну что надо ему номер какой-нибудь дать адекватный но он взял 18 для флангового игрока в принципе неплохо я думаю пусть он и останется под 18 смотри нам кого предлагают опять ведь и не он тут уже левый нападающий ну не знаю точно нет точно не в этой карьере ну или нее прости похоже тебе надо тоже в аренду отдавать потому что у нас теперь есть чара который лучше по всем показателям тебя чара чара ну кстати он по скорости даже лучше и антони и не только по скорости если так посмотреть по дриблингу хуже но пас и сила тоже учить за чару но посмотрим посмотрим может быть в антони появился серьезнейший конкурент за позицию права нападающего в основе ему конкуренция не повредит так и линию и линию и линию тебя надо такая нахрен тренировка хотя надо способность кому-то поставить да так ну скрещивание антони давай изучай лишним не будет ботафога следующий наш соперник 451 они играют против такой схемы по моему у меня уже были проблемы если честно плюс при атаке у них контроль меча по центру короткий пас при обороне высокий прессинг но осторожный но сейчас явно не самое лучшее время антони менять вот пабло давай выходи пату выйдет во втором тайме тогда вот эвертон да кстати чара может играть и на левом фланге но нет тут все-таки рохаса выпущу дани алвес очень устал че че выходим родриго дурадо кстати тоже очень устал но нет очень но устал арбаледа к ним до тяжелый график тяжелый график левого ходи похоже придется бруналвис выйти вместо арбаледы к ним он держись но я лежа да да твое время настало тяга волпе тоже в отвратной форме все остальные играют опять же акцент на брону стоит тут все нормально главное поставить вот игроков нападение кстати наш новичок родриго дураду опорник уже взял себе капитанскую повязку вот так вот кстати антони по моему прокачался на единичку теперь у него 78 рейтинга был 77 или я путаю что-то возможно что-то путаю кстати стадион ну-ка 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 мы на нем играли уже стадио до escorpио по-моему до играли один раз так форма ботафогу давайте вы в черненькой все-таки будете чтобы отличаться посерьезнее стадион просто огромный я не знаю интересный он заполняется в реальности вот на матче ботафога что-то я сомневаюсь знатоки бразильского футбола на футбола напишите в комментариях заполняется или нет хотя там конечно очень футбол любят в бразилии поэтому могу заблуждаться антони ну вроде обокрал жана но потом обратно ему отдал мяч так эрнанес родриго дурадо фол был по моему че чем нас опорная зона очень крепко в плане обороны сейчас но вот в плане креатива не очень хорошая тяга волпи тащит и тащи второй раз это был сейчас волпище а не тяга волпи я уже думал пропустили нет добивание и вратарь снова какой у тяга волпи у нас же алежа алежище я и забыл что я алежу выпустил рейтинг 59 а так играет я в шоке с него просто так ботафога очень хорошо начинает стать и в атаку прут напомню канимен давай в контратаку надо выйти рохас че че все спокойно успокоились антони опять не дают вообще ничего сделать сразу накрывают вдвоем уже не первый матч далеко знают кто у нас лидер рохас принимает мяч и опять смотри какой прессинг сразу по два-три человека наседают надо же о радриго дурадо надо успевать за сесеру успевай 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 помешать браво вот для этого мы тебя и купили лео видит конечно же забегание рохаса удар поворотом в дальний угол выше перекладины левая нога не правая рохас правша напомню лео сейчас выдал классную разрезающую передачу прямо на ход и снова радриго дурадо как же он хорош передачи на пабло вот тут не хватает ему конечно точности передач так бы вообще был идеальным опорником по моему антони в касании на пабло дальше рохас снова пабло рохас убежит нет не хватает не хватает рывка антони вот это неплохо это был прострел что ли это уже на навес больше похоже хотя я-то простреливал мяч судя по всему срезался он тони ну я не знаю пока моментов вообще у чужих ворот нет надо постараться прибавить иначе потеряем очки в этом матче прям чувствуется соперник настроен очень серьезно и вот опять перехват к анимен в последний момент бруналвис спокойно вспоминай свои игры за основу только не косячи ради бога эх на пабло передача не прошла от чече похоже пату надо выпускать и конечно же дани алвиса скорее всего хон уран я увидел нарушение все-таки углядел где-то там фол так да пабло конечно в отменной форме но что-то как-то не показывает ее честно говоря пату ну что чару попробуем нет не в этом матче все-таки не в этом дани алвис очень уставший но получше чем чече пока две замены олежа справился пату первый дани алвис рохас не на пату там не пройдет передача надо вон слева отыграться и уже не торопясь продолжать вот вот это уже другое дело пату успевает сыграть на антони антони разворачивает защитника очень красиво удар вдали угол плохо как правая нога очень не точно если бы я дальше пробежал его бы оттолкнули опять и забрали мяч это уже было десятки раз за карьеру бруно алвис рисковал на справился дальше пон фран дани алвис антони забегает дани алвис вот зачем он вышел прекрасной передачи антони замах прострел ай на пату не прошло но там уже все он бы замыкал а вот шанс и выше ворот ну вот угловой получился наконец-то ай-яй-яй вратаря показывают но там бруно алвис бил снова дани алвис хорош снова на антони и снова на него же эрна ну почему ты остановился хорошо же сначала открылся потом взял остановился снова дани алвис пату антони в ноги просил но сначала делал опять рывок вперед потом уже в ноги начал просить как тут это угадаешь иногда никак он фран на дани алвиса снова на антони проходит передача чудом на сейчас а вот это уже перебор опять же слишком остро потом дани алвис очень активен вот это выход вот это я понимаю лео рохас пату ай нет 5 чуть не точная передача так вернанес давай игр гомес вместо тебя ну без нарушения можно было отобрать или нет уже зажали втроем там и нарушили бутафога просто владеет мечом я ничего не могу сделать с этим еще и угловой может быть сейчас рохас не торопись передача на антони давай антони неплохо а нет пату 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 ну почему ты стоял да что же с вами такое-то ребята не узнаю иногда своих футболистов опять рохас на антони передача дальше в касание пату принял мяч и потерял его опять в борьбе да что пабло что пату как-то не очень играют в этом матче защитники довольно легко обезвредили и мне кажется если бы не кэниман и родри году раду мы бы в этом матче пропустили но и если бы не олежа конечно ну и все 00 интернациональ поди выиграл и мы сейчас упустим лидерство тут не видно интернациональ проиграл атлетику параноэнце вот почему у нас такой тяжелый матч это был потому что наши конкуренты проиграли 36 очков у сан-пауло 35 у интернационале мы выходим в единоличные лидеры и теперь уже одно очко преимущества имеем но каринтиан с близко 6 баллов не так уж и много антони и эрнанес попали в сборную месяца ну и молодцы чече плюс один антони плюс один молодцы прекрасно так игорь венисиус надо с ним продлить контракт все таким 378 тысяч сейчас его зарплата он хочет 445 нам нужно оправдать ожидания игрока компенсацию поставим на три года давай поднимем его тогда зарплату раз он раз он хочет чтобы мы оправдали его ожидания ну и 1000 евро за выход на поле родриго у него тоже заканчивается контракт но он в аренде в порте моненце поэтому я даже не знаю продлевать его не продлевать вроде могу да а нет так как он в аренде не могу с ним продлевать пока что соглашение вроде бы все да только у игры венисиуса заканчивается и у родриго контракт больше никого не вижу у всех остальных минимум до двадцать первого года мне очень не понравился грамотный осторожный такой прессинг батафога реально связали нашу игру я ничего не смог сделать так что теперь с атлетику пара на энце ну вот теперь наверное чтен блин но он теперь в плохой форме да что ж ты будешь делать когда антони устала чара в плохой форме но выходи ладно игор гомес выходи в старте какая же усталость какой же календарь жесткий здесь в бразилии все таки играем и играем и играем опять что ли выпускать не ну здесь надо уже лизиера выпускать вместо радриго дурадо потому что радриго дурадо уже реально устал к ним он тоже вот в этом матче то мы судя по всему и проиграем да ну что бруно альвис или волос бруно альвис конечно бруно альвис игор гомес ох ну на самом деле можем исправиться надежда на пату на эвертона но многих лидеров нет с другой стороны еще и че-че вместо дани альвиса совсем хорошо флангами будем атаковать другого выхода у нас тут и нет если честно так исполнители надо поменять потому что да кстати дальние штрафные лизиера ничего себе ближние пусть пату исполнять тогда второй исполнитель пусть будет рейнальдо угловые уши у лизиера неплохие подачи пусть он и подает пенальти пату конечно игроки в нападении бруно альвис иди тоже вперед посмотрим на чару как он там будет играть больше фланговой игры все будет хорошо мне кажется в этом матче напомню что эти ребята только что обыграли наших прямых конкурентов интернациональ я про атлетику пара наенса конечно же они начинают сидеть в бароне сразу хорошо так нас начинают неплохо вскрывать вроде оборонительная тактика у гостей тем не менее атаки неплохи так чара сместился в центр хотел я подреблить за него и посмотрите что получается выход выход к воротам нет бруно альвис так знаете что я поменяю сейчас мне нужно больше компактности так вот он чара колумбиец в деле неплохо чечена чару классная передача дальше уже на игра гомеса тот тоже принимает мяч успевает простреливает но слишком близко уже к вратарю напомню что креативный плеймейкер это такая роль интересная вот если посмотреть почитать да про эту роль где у нас вот он игрок который использует любую брешь в обороне соперника для организации атак и голевых передач видите то есть чара он такой больше распасовщик на фланге у нас чара летит вперед пока я его немножко не понимаю у него такой дриблинг необычный че че эвертан и горгоме с касания пату ну куда тут ну куда тут так сами себе забьете такая толпа налетела мяч не смог пройти мимо них всех не zero будет подавать давайте посмотрим на его навес галкипер здесь заброс на лишь андре потом этот неплохо кстати это очень неплохо на замахе по то уходит далеко правда отпустил мяч до из-за этого ударить не удалось нормально а двоих прошел защитников по сути ой-ой-ой-ой-ой офсайда не было вроде бы повезло чара ускользнет здесь оттеснили его ну напоминаю что он не в лучшей форме у него оранжевая стрелка практически вниз Надо будет на него посмотреть в лучшей форме Чара Передача Игорю Гомесу Тот принимает, попытался пробить Ничего у него не вышло Фон Фран Игор Гомес Да что ж такое-то, а? Навязывают плотную оборону нам соперники И хрен знает, что с ней делать Очень тяжело складываются матчи последние Соперники стали играть намного лучше в обороне Очень цепко, очень надежно И грамотно, позиционно Так, ну, не знаю, Фон Фран Очень устал Но все равно пусть пока играет Пабло, не знаю, есть ли смысл выпускать Антони Ну, Пабло, если только Перейдем мы на двух нападающих тогда Ты глянь, а, прошел на вес Ладно, хоть удар не получился Эвертан Рейналдо Так, все, не будем торопиться Надо найти свой момент как-нибудь Я не знаю, как Эвертан Ну вот, не будем торопиться И опять неточная передача Ужас какой-то Так Похоже, надо что-то все-таки менять Эрнанес Выходи Антони Выходи тоже Ну, здрасте Ну, как сквозь ноги-то проходим Защитники Просыпаемся Хон Фран Чара Передача на Паттону Смотри, как плотно Две линии обороны Уже здесь Как здорово они возвращаются Успевает Игорь Гомес Может быть ударить отсюда Неплохо получилось Это что? Удар от ворот Атлетики нас поджали Очень хорошо сейчас Не выпускают вообще А мы только с нарушением Можем отобрать И так уже далеко не в первом Не в первом матче, к сожалению Лизьера Успеет Ааа Да что ж такое-то Вот все время Чуть-чуть чего-то не хватает В каждом эпизоде Из-за этого игра и не клеится Антони Получает мяч Обратно на Пату Рикошет Ну тут Опять же Попробуй пробейся Такая плотность дикая Данялвис, давай Креативщик ты наш В центре поля Рейналдо Ну куда? Господи Эрнанес Рейналдо Еще один прострел Ну вот Ай-яй-яй Пату Эвертон Да что Ну что вот это такое? Ну ребят Ну вы видели? Да ну Это жесть какая-то Что с игроками? Как можно выиграть Когда так играет твоя команда? Как вообще? Зьера успевать Хорош Эрнанес Передача на Пату Оттеснили к флангу Хуан Фран Эрнанес Антони Ну давай! Да вы издеваетесь что ли? Так тяжело создаются моменты И в штангу бить Дани Альвес Эрнанес Ну там офсайд У Эвертона Увы Все вперед Все вперед Максимально Нужен навал Брун Альвес Не точный пас Сейчас мы с навала Получим контратаку И Галешник, да? Свои ворота Хуан Фран До конца Давай Из последних сил Из последних сил Дани Альвес Хуан Фран Проходит пас на Антони Дальше Эрнанес Дани Альвес Лизьеро Снова через Хуан Фран Но его не кроет Потому что он устал Видимо Я не знаю Лизьеро Наверное Анес опасный дошел Ну все Опять 0-0 Второй матч подряд Или Мы сейчас пропустим Успей Тиаго Волпи Тихо Господи Даже здесь Едва не накосячились Сами Я не знаю Команда реально Сейчас на спаде у нас Вот Момент с Эвертоном Это просто жесть Спокойно принимай мяч Выходи Забивай Мяч Отлетает куда-то Я не знаю Что это был за прием Вообще Да По нулям Интернациональ Тоже сыграл по нулям Но Каринтианс и Фламенко Нас потихонечку Догоняют Наверное Хотя нет Каринтианс тоже в ничью А вот Фламенко выиграли Ну да Фламенко на третьем 33 балла 4 очка Уже отрыв Мы по прежнему на первом Но Период тяжелый Так Атлетику вышли на игры Венисиуса Паранайенсе И смотри Игорь Венисиус Воротит нос От нашего предложения Так Но При этом Написано Что Пойдите на его условия Если хотите его оставить Но какие его условия Он не выдвигает условий Я правильно понимаю А нет Он еще прибавил себе Так Принимаем продление контракта Хрен с ним У нас хватает денег В зарплатном бюджете Ну а трансфер Отклоняем Санта Клара Заинтересованный В Маркосе Салазанси Вот это отлично В аренду С радостью Отдам Молодого игрока 6 месяцев Давай Успехов тебе там И побольше Игровой практики Ну а в следующей серии Ребята Мы сыграем С интернационалем То есть С нашими главными Конкурентами По таблице Пока что На одну очко Мы их опережаем Если выиграем Будет уже Такой Хороший запас Хороший отрыв Ганди Кап Там правда Теперь и Фламенко С Каринтианцем Близко К нам Достаточно подобрались Но ничего страшного Интернациональ Конечно нужно Постараться победить Гляну я немного Как у нас тут Команда Команда в хорошей форме Мы как раз таки Дали передохнуть Лидерам В прошлых матчах Да из-за этого Наверное потеряли очки Кстати Чара в отменной форме Так что Вот в этом матче Я думаю Он точно выйдет На замену Ну хорошо Хорошо Ладно Увидимся в следующей серии Не забывайте про лайки И комментарии И всем Пока